Сегодняшний ролик снова посвящен роботам-газонокосилкам, и мы поговорим чуть-чуть про прокладку трассы для роботов-газонокосилок, но самое главное, что мы обсудим ревизионные точки. Вот одна из таких ревизионных точек. Производитель рекомендует периодически делать запас петли провода, для того, чтобы можно было при повреждении растянуть эту петлю и восстановить провод. Я не рекомендую так делать, вместо этого рекомендую делать ревизионные точки. При прокладке трасса у вас займет это чуть-чуть больше времени, я все покажу, как это делается. Но самое главное, что нам они дают. Вот у меня одна ревизионная точка стоит здесь, потом идет калитка, ворота, и следующая ревизионная точка находится там. Во-первых, в случае повреждения провода можно легко заменить этот кусок между двумя ревизионными точками. Во-вторых, здесь у меня пока ничего не посажено, будут саженцы, я могу кусок этой трассы демонтировать, обойти проводом саженцы и зафиксировать новый кусок трассы. Для этого мне не придется менять всю трассу и делать какие-то скрутки, спайки, смотки. Все делается в пределах таких ревизионных точек, где соединяются два конца провода. Вот таким образом. Но самое главное, что дают ревизионные точки, это легкий быстрый поиск места обрыва. Подключив к ревизионной точке удлинитель, обычный бытовой, и второй конец удлинителя, подключив к зарядной станции, мы можем легко узнать направление обрыва. А проделав то же самое с соседними ревизионными точками, мы можем точно узнать, между какими двумя ревизионными точками у нас произошел обрыв. Такие ревизионные точки делаются очень быстро, легко. Накрыть их можно, как я уже показал, либо просто бутылкой от влаги, хотя это тоже не обязательно. Они могут и на открытом воздухе, у меня долго были. Если использован оригинальный кабель, ничего не будет. Если неоригинальный кабель, то надо все-таки закрывать от коррозии. Про неоригинальный кабель, который дешевле оригинального в два раза, я уже делал видеоролик. Поехали! Покажу, как быстро и легко делать вот такие ревизионные точки для робота-газонокосилки. А также некоторые советы по прокладке провода. И забудьте вы, наконец, про бесконечное кошение газона вручную. Пусть за вас это делают роботы. Показываю, как прокладывать трассу такими скрепками. Производители предлагают вот такие вот колышки. На самом деле они довольно тяжело втыкаются в землю. Поэтому, когда закончатся такие колышки, я рекомендую купить вот такие скобы, которые намного удобнее и стоят в два раза дешевле. Они очень легко втыкаются и надежно держатся. Шаблон у меня потерялся, поэтому я сделал свой шаблон 26 см для роботов-газонокосилок WORKS. У нас идет поворот здесь. Соответственно, выдержите здесь 26 см. Вот так. И потом еще повернуть туда. То есть где-то вот здесь вот я втыкаю в скрепку. Здесь ровно шаблон. И здесь у меня будет шаблон. Следующую скрепочку. Где-то вот здесь. Вот. Единственное, у меня сейчас поворот пойдет сюда, в эту сторону. Поэтому то место, где должен быть провод, я фиксирую вот этой ножкой. И теперь у меня вот сейчас вот сюда пойдет изгиб. В принципе, если у вас по прямой идет провод, чтобы не ошибиться, можно поставить не поперек, а вот так вот. Тогда будет провод держаться точно, находиться на этой линии, не будет гулять, как вот здесь вот. Но это не обязательно. Если у вас идет радиус, то можно упираться в эту ножку. Если в эту сторону изгиб идет вот так, кривизна. А если провод идет вот так, то он будет упираться вот в эту ножку. Эти скобы очень удобные. Они легко втыкаются. И потом, идя вдоль провода, их также легко можно подцепить, вытащить. Если нужно какой-то поврежденный участок провода заменить, можно их просто приподнять все, вытащить провод, заменить поврежденный кусочек и снова провод протащить между этими скрепками. И когда он натянется, он встанет на свое место и останется только его опустить вниз. Вот и все. Производитель рекомендует через определенные расстояния делать вот такие петли, чтобы если где-то провод оборвется, можно было эту петлю размотать и скрутить провод, либо использовать зажимы, которые предлагает производитель. Но я не рекомендую так делать, потому что потом найти, где находится эта петля, практически невозможно. Это во-первых. Во-вторых, она будет вся в грязи и все это будет, в общем, не так, как это можно было бы себе представить. Поэтому я рекомендую через определенные промежутки времени делать ревизии. Вот здесь, вы сейчас видите, посажено растение, я как раз под ним сделаю ревизию. Беру обычную трубу, полдюймовая труба, отрезаю ее под острым углом, чтобы было легче воткнуть. Вот. Втыкаю ее, примеряю глубоко, не нужно просто, чтобы так держалась она. Ну, допустим, она у меня будет вот такой высоты. Ревизия здесь высокая, особо высокую, не обязательно. Опа. Вот такой высоты ревизии. Теперь я замечу расстояние над землей и просверлю здесь два отверстия под провод. Итак, обычным сверлом мы делаем две дырочки. Берем потом направление вот так вот вверх, чтобы провод шел наверх. Это важно. Вот я под этим углом захожу. И рядом еще одно. И теперь под углом наверх. Если вы страдаете перфекционизмом, то можно еще сделать вот так, канцелярским ножом. О. Теперь, видите, да, как я провел здесь. Потому что здесь еще второй сейчас пойдет. Теперь проводим провод в отверстие. Вот. Поскольку у нас второй провод пойдет вот сюда, мы наоборот его продеваем вот таким образом. Оп. Оп. И потом продеваем в нашу дырочку. Берем одинаковое расстояние. Потом зачищаем. Можно канцелярским ножом, а можно специальным инструментом. Вот такого плана. Вот кончики зачищены. Если вы обратили внимание, у каждой зарядки есть две клеммы. Одна из них красного цвета, это плюс. Черного это минус. Провод, если смотреть от плюса, то прокладывается вот так, против часовой стрелки. Идет, 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 идет. И возвращается к черной клемме. Это минус. Значит, тот провод, который идет от красной клеммы до моих точек ревизии, вот, вот, ревизионная точка, я отмечаю красным наконечником, а тот провод, который от ревизии дальше идет в сторону черной клеммы, я отмечаю черным наконечником. Итак, мы зачистили провода, вот наши наконечники, и теперь я выбираю два наконечника. Один красный, это тот, который идет от плюса, а другой будет черный. Вот теперь мне надо разобраться, вот этот провод идет от плюса у меня. То есть вот так вот прокладывается трасса, там плюс, там минус. Справа плюс. Подтягиваю, вот у меня плюсовой провод будет, вот этот. Надеваю наконечник и обжимаю его специальным инструментом. Такой инструмент продается в любом строительном магазине. Вот сейчас то же самое я проделаю с черным проводом, с черным, с минусовым проводом. Сюда тоже надеваем наконечник уже черного цвета и обжимаем его. Готово. Теперь осталось их просто соединить. Соединяем мы обычным клеммником, вот таким вот образом. Первый и второй сюда же вставляем. Вот. Соединение готово. А теперь самое главное, в чем смысл такой ревизии? С помощью этой ревизии мы можем легко найти направление, в котором у нас произошел обрыв. Использовать в качестве провода я буду удлинитель. Я сделал, нашел старую вилку, советскую ненужную, обрезал ее и буду использовать ее в качестве провода. Просто как провод. Значит, теперь я один конец этой вилки втыкаю вот сюда, в нашу ревизию зажимаю. А вторая часть провода у меня идет к нашему зарядному устройству. Вот. Видите, оно светится красным, показывает обрыв. Обрыв. Теперь я использую нашу вилку. Это просто, просто в качестве провода. И буду докасаться до плюса и до минуса. И смотреть на лампочку. Вот, докоснулся до плюса. Видите, ничего не поменялось. Значит, обрыв не в плюсовом проводе. О! Видите, здесь зеленый свет загорается. Это значит, что минус не работает. Это значит, обрыв идет со стороны провода, на который я надел черный наконечник. И надо ремонтировать эту часть провода. Таким образом, мы возвращаемся к нашей ревизии. И теперь мы точно знаем, что по красному проводу сюда сигнал приходит. Вот, красный провод. А по черному проводу сигнал не доходит до минуса зарядной станции. А когда мы использовали наш удлинитель в качестве шунта, у нас загорелась зеленая лампочка. Это значит, что сигнал, вместо того, чтобы идти по черному проводу, который у нас не работает, спокойно дошел вот через этот провод до зарядной станции. Таким образом, мы можем переместиться к следующей ревизии и проверить там. Если на следующей ревизии у нас будет наоборот прикосновение к красному проводу давать зеленую лампочку, значит, красный провод плюс до следующей ревизии не приходит. И таким образом, мы будем знать, что между этими двумя ревизиями и находятся места обрыва. Если мы используем такие скобы, мы можем легко пройтись вдоль провода и найти эти скобы. Когда мы идем вдоль провода, вот так подцепляем, подцепляем и уже найти место нашего обрыва. Еще такой момент, если вы обратили внимание, у меня вилка воткнута и оба провода вилки здесь соединены в один провод. Что это нам дает? Во-первых, если кто-то случайно воткнет эту вилку в электрическую розетку, сработает короткое замыкание и защитный автомат. То есть, человек не ударит током. Это во-первых. А во-вторых, когда я проверял на том конце возле зарядной станции, мне было неважно, какую часть вилки соприкасать. То есть, они соединены в одно целое. Поэтому нужно использовать вилку с соединенными проводами. Вы можете вместо удлинителя просто использовать провод вот так вот отсюда провести туда. Но у меня нет такого длинного провода. Удлинитель это самая удобная вещь для этого. Сделать такую вилку при этом совершенно не сложно. Что делать с избытком провода? Я его специально оставил на случай, если понадобится ремонт провода. То есть, где-то подтянуть, скрутить, чтобы не менять провод целиком. Ну, даже пусть его часть. Теперь я подтягиваю вот сюда. Раз. И избыток провода вот сюда зафиксирую. Все. здесь можно дополнительно еще одну скобку сделать. Вот таким образом. Теперь можно зажать эту скобку. Все. Готово. Такие ревизионные точки можно накрыть какой-то пластиковой бутылкой, чтобы не попадала влага. Но на самом деле на моем участке они находятся в открытом состоянии. В то же время при использовании неоригинального кабеля происходит окисление и теряется контакт со временем. Приходится потом обрезать кабель, снова зачищать, делать новый наконечник и обратно ставить клемму. Поэтому для закрытия ревизионных точек я купил такие малые формы гномики, домики, кошечки. Мы просверлим внизу в них дырочку вот здесь вот. и закроем наши ревизионные точки. Итак, просверливаем дырочку в нашей малой форме брундучок. Опа! Итак, теперь вместо бутылки можно сделать такого маленького симпатичного брундучка. Оп! вот и прекрасно. Со временем по границам участка эти ревизионные точки становятся незаметны. Это сейчас еще начало лета и уже их практически не видно. А в конце лета это будут вообще-то такие джунгли. Оп! вот она ревизионная точка совершенно незаметно становится со временем. Вот. Поэтому где заметно можно малые формы использовать, а где незаметно в принципе бутылки вполне себе нормальный вариант.